Комментарий к Мишне Комментарий к Мишне Комментарий к Мишне Причем не всегда это выражено в форме Мидраша То есть не всегда выражено в той форме, которая объясняет не каким образом до того или иного положения допытались Это отличие Мишны Отличие Мишны как жанровое отличие Мишны от Мидраша Потому что жанровый Мидраш это почти всегда, то есть не почти всегда, а всегда это связь с текстом писания Когда мы видим каким образом из вот этого глобального указания извлекается то или иное положение нормативное Либо то или иное положение агодическое, как мы сказали, то есть наставительное Когда мы видим, как это выражено из этого самого сакрального текста Тогда мы называем это жанром, называем это Мидрашом А Мишна содержит в себе не только такого рода кусочки, не только такого рода протоколы Но и протоколы, в которых просто указан закон И среди исследователей существует дискуссия по поводу того, вот эти законы, они были получены с помощью той самой пытательной машины или нет? С моей точки зрения, да Они были получены с помощью той самой пытательной машины Просто сам процесс, который привел к тому или иному нормативному или ненормативному положению Он в Мишне не зафиксирован, он в Мишне не приведен Хотя, на самом деле, он извлечен в каком-то смысле тоже из сакрального текста А можно, как бы, второе, может быть, вариант, если это законодательное постановление не извлечено? Ну, те исследователи, которые считают, что существовал не только метраж, то есть не только эта пытательная машина Я эту пытательную машину для красоты оставляю, что она всегда была Потому что тогда появляется как бы более правильная картинка того, что, собственно говоря, в еврейской предиции происходит Но те исследователи, которые говорят, что нет, они говорят о том, что существовали некие законы Законы, которые были получены по самым разным причинам Законы, которые были связаны так же, как законы Хамуратова Ну, в общем, есть какие-то законы, по которым люди жили, и эти законы тоже были зафиксированы Ну, с точки зрения еврейской традиции, можно предположить, что помимо сакрального текста Моисей еще получил на горе сена и эти законы Я говорю, что он получил только пытательную машину А законы уже с помощью этой машины дальше множились Но можно, в принципе, представить себе и то, что он получил Это какой-то комплекс, дополнительный комплекс законов Который не связан с самим инструментом недроша Ну, получается, это же традиция так говорит, что Вакуусная тоже, по-моему, начинает, чтобы она тоже То есть, если это, то есть, нет как-то условно Так я и говорю, это два немножко разных взгляда Мне важно сохранить этот взгляд с недрошом Потому что, с моей точки зрения, это более коррелентно описывает еврейскую традицию Так вот, Мишна представляет из себя такой корпус Который, на самом деле, не должен был быть составным Как вы знаете, да? То есть, это устная Тора, которая Эти протоколы, их в некотором случае нельзя было записывать К чему их нельзя записывать было? Ну, вы что, передавались по проекту? Записали, и пусть передавали в письменном виде Нет, это как раз не сакральный, здесь очень важно различать Сакральный текст, он один Сакральный текст, это письменный текст А то, что я получаю, не носит статус сакральный Но оно не сакральное, но оно как бы для Народной Зради Ну, для Народной Зради, так и записали для Народной Зради То есть, именно то, что вы записали Да, то, что вы записали, это Потом появляется Талмуд Как толкование Мишны И это уже уход от текста сакральный Нет, это... Талмуд нормально, да? То есть, проблема не в этом Проблема не в этом записи То есть, есть проблема Самая главная, что не проблема Она состоит в том, что Если мы понимаем под устные торы Адаптацию сакрального текста К тем или иным условиям То есть, условия меняются То есть, вообще-то говоря Я должен все время На самом деле, вот эта устная тора Она должна быть живой Она, вообще-то говоря, не должна быть зафиксирована То есть, она должна быть изменчивой В каком-то смысле Она должна коррелировать с той ситуацией, в которой мы находимся И поэтому, если я ее запишу То в каком-то смысле я начинаю стагнировать ситуацию И как вы правильно сказали Вообще-то говоря, если я ее записываю То тогда, на самом деле, у меня возникает Можно предположить, что возникнет проблема Сакрализации вот этого текста уже Мало того, этот новый текст Он может начать конкурировать с сакральным текстом То есть, представьте себе, что я вообще что-то дописываю У меня есть сакральный текст, он закончен Он представляется для мудрецов Таламула такой сферой Где все со всем соотносится Он не линейный, он сферичный Он такой гипертекст своего рода Ну, как я говорю, зонтик, под которым я живу И если я что-то пишу, что бы то ни было Я, по сути дела, этот зонтик начинаю расширять Добавлять к этому зонтику то, что на самом деле не должно было в нем находиться А вот то, что мы говорим, что устный торок, как некоторый инструмент приспособления Специальной крайней жизни, должно постоянно меняться Это, как бы, мы домысливаем сейчас наше точки зрения? Да, это я домысливаю сейчас наше точки зрения То есть я просто... Это не точка зрения еврейской традиции? Нет, это точка зрения еврейской традиции в том числе Да И точка зрения еврейской традиции, но не все еврейские традиции Потому что еврейская традиция, она многообразна И поэтому на определенном этапе Именно в силу процесса, о котором я сказал То есть процесса сакрализации вот того текста Устной и Торы, которая уже была записана А дальше процесса кодификации, предположим, закона Что уже вообще нонсенс, да, с точки зрения Если я правильно описываю эту традицию Я ее описываю просто исходя из общих соображений Потому что иначе невозможно понять механизм Вот у меня есть этот сакральный текст, этот зонтик И тогда вот это меняется штуковина, да И каждый раз я каким-то образом в той или иной ситуации это все свожу Да, и тогда на самом деле я, по сути дела, это не фиксирую Это я должен фиксировать Кроме всего прочего, если я фиксирую это в виде письменного текста То у меня получается вот такая штука, которая немедленно начинает прилепляться сюда То есть зонтик получается с заплатками И что, собственно, и происходит А если я прихожу к кодификации в конечном счете закона, то что я делаю? Я просто стагнирую этот закон, я просто его делаю Все, я зафиксировал этот закон, да Собственно, мы сейчас увидим, что мы иммунизм именно это и сделаем То есть, вообще говоря, кодификация вот этой самой русной торы Вот этого механизма, если я правильно его описывал, она не должна была состояться Здесь еще важно в словках заметить еще один момент, который связан с запретом на запись Запрет на запись, он в том числе говорит о том, что ведь вот этот текст, он написан на человеческом языке То есть, на самом деле, он написан так же, как написано на имя, в каком-то смысле То есть, он написан на понятную историю какие-то, что-то такое, нормальный текст Если я таким же языком выскажу что-то, что будет относиться к моему плану реализации этого сократного текста То опять я получу эту самую закладку То есть, на самом деле, любой мой разговор, который будет выражен на языке, аналогичном языку сократного текста Он ведет, с одной стороны, к десакрализации сократного текста, либо к сократии того, что я сказал И поэтому, это я в скобках говорю, и поэтому, когда я фиксирую этот текст, я, по сути дела, собственно говоря, рискую именно этим И с этим связано то, что фиксация этой самой устной традиции в толмодической литературе Начинаю я смешный и толмод, и так далее, они представляют из себя Эта фиксация, она сделана, специально сделана, не на человеческом языке, а на птичьем И тогда, собственно говоря, если я на птичьем языке это все записываю Тогда у меня этот текст не будет конкурировать с этим Этот текст написан на человеческом языке Если пишу что-то еще на человеческом языке, то, на самом деле, у меня получается два письменных текста уже хотя бы Потом третий, четвертый, пятый Я говорю, нет, ни в коем случае, но не записать я уже не могу А как же мне тогда записать? Ну, Иуда Анасия, который зафиксировал, как же мне это записать? Он говорит, а я запишу так, чтобы было непонятно на нормальном языке, что я, собственно говоря, написал И это и есть Мишна То есть, по сути дела, Мишна и толмодическая литература, она в каком-то смысле является литературой эзотерической Ну, это моя точка зрения, да? Это как раз не вся еврейская традиция И даже, может быть, никакая еврейская традиция об этом не говорит Но, с моей точки зрения, сам способ записи устной торы, который был создан у лица Мишна и толмода, он является эзотерическим письмом Помимо всего прочего, это еще и на арамейском То есть, понятно, что здесь тоже есть элемент именно того, что если я пишу на иврите, то не очень хорошо И поэтому толмод, в частности, на арамейском Но Мишна-то как раз нет, Мишна как раз написана на иврите Мишна написана на иврите по большей части, да? И поэтому языком Мишны, если хотите, является вовсе не то, что там сказано А элементами Мишны являются некие своего рода блоки, которые являются, с моей точки зрения, синтаксическими единицами Которые, по сути дела, создают определенного рода язык, другой язык, на котором что-то говорится Ну, да, это как бы вскопка, да? Но важно для нас, важно то, что Мишна в этом смысле и вообще-то логическая литература является литературой эзотерической, написанной, то есть требующей дешифровки, так скажем То есть она написана на несколько ином языке, нежели язык священного теория И вот эту точку зрения, хотя я сказал, что нет такой традиции, о которой я говорил, как раз Маймонит именно это и скажет Немножко не так, как я, но похожим образом он, собственно говоря, скажет нам то, что Теперь мне уже легко это нужно, даже предисловие нашего достаточно для того, чтобы это сказать Он скажет, что на самом деле в этом тексте изложено что? Ну, из-за того, что я вчера говорил Ну, второзаконие Что второзаконие? То есть аллегория Нет, что я вижу, я пока не говорю, как, я говорю, что Что, собственно говоря, о чем этот текст? Он включает в себя что? Ну, понятно, что включает в себя Аллаху, да? Аллаха Он включает в себя еще шкаф Ну, мы же говорили о синтезе, да? Философии и Да, 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 да То есть он на самом деле включает в себя, помимо всего прочего, еще и философию Тогда это текст об устройстве мира Тогда это текст об устройстве мира, совершенно верно Ну, с точки зрения Маймонита, да? То есть он тогда скажет что? Что на самом деле устная Тора И вообще, говоря, применение этого самого сакрального текста К реальной действительности Оно лежит через познание этой реальной действительности Познание этой реальной действительности Мудрецы Талмуда обладали познанием Они прекрасно это все знали И поэтому, на самом деле, в их вот этом самом... В их литературе, в Мишне, в Талмуде Мы находим, на самом деле, некие элементы исследования мира в том числе Они зафиксированы Зафиксированы они в качестве Агады То есть есть Аллаха Это нормативная часть А есть Агада И при этом Агада получается, по сути дела, именно философия Почему Агада это исследование мира? Почему Агада исследования мира? Потому что исследования мира не носят нормативного характера Хотя сейчас мы чуть-чуть дальше увидим, что это частично Не носят нормативного характера Если я предполагаю, я Маймонит Предполагаю, что мудрецы Талмуда этим знанием обладали То есть, по сути дела, занимались Если, на самом деле, я предполагаю Вписать изучение мира в иудейскую, как бы, программу Да, монотеистическую То есть, по сути дела, получается, что Маймонит говорит, что для реализации проекта Мы вчера говорили о том, что реализация проекта Иудеи видят как действие Аллаха И мы сказали, что Агада нужна для чего? Она, грубо говоря, нужна для того, чтобы Побудить ребят к этим самым действиям Реализовывать эти службы Теперь я могу сказать следующее Это делает Маймонит Я могу сказать, что на самом деле Помимо всего прочего Изучение мира является необходимым условием Для того, чтобы выработать в том числе, может быть, и адекватные новости Мало того, это исследование мира Оно является частью реализации нашего самого плана И тем самым я сделаю что? Я, собственно, получу вот этот синтез между философией и монотеистической доктрины То есть то, что я вчера настаивал упорно На том, что Алина как раз говорила о том, что ДНК и так далее Как же быть, с этим можно же этим заниматься Маймонит говорит, да Не то, что можно этим заниматься Нужно этим заниматься Более того, этим занимались Мудрецы Талмуда этим занимались И поэтому мудрецы Талмуда Теперь я могу сказать, что на самом деле в талмудической литературе У меня все есть про ДНК Нужно просто прочесть ее правильно Они занимались исследованием мира И вот на этом самом эзотерическом своем языке Они записали в том числе и философию Но можно было бы спросить Маймонида А чего же они просто не написали философию? Ну, не написали бы тогда А ответ какой? Ну, потому что нужно исполняющие проекты Это же не просто познание мира Включается в реализацию проекта Ну, да И почему бы не записать тогда? Ну, может это было как знание для посвященных Кто-то понимает это или кто-то, соответственно, прочтет это и поймет Ну да, ну хорошо А зачем нужен такой механизм? Почему бы всем не объяснить? Не поймут Ну, вот не поймут А что значит не поймут? Но все дело, что только человек, достигший определенного уровня Способен изучать ДНК, помни о Боге А более простой человек, ему кажется, что если кто-то открыл закон физики, то Бога нет Например, да Прекрасно Здесь, на самом деле, есть политические соображения определенные Поскольку у меня проект социальный Как Саша правильно заметил Социальный проект Мне нужно, чтобы все у меня его реализовывали Ну, члены этого проекта, эти участники этого проекта То на самом деле существует Возможно, да, я могу поставить вопрос Существует такого типа знания, которое Сбивает в толку некоторых, да, не дает им возможность реализовывать это Потому что на самом деле, а когда мы сказали, по функции, а когда это что? Это побуждение к тому, чтобы проект реализовывать Поэтому, если я пишу некие философские заключения То эти философские заключения, они могут на кого-то Кому-то они помогут реализовывать этот проект А кого-то, может быть, и нет Кого-то они, может быть, и заставят задуматься о чем-то Что, может быть, действительно и Бога нет раздвенка есть Например, да, и не нужно реализовать проект Он может заниматься исследованием ДНК Развивать биотехнологии Да, то есть, и тогда получается, что С точки зрения Байманина, да, получается, что философское знание Оно является, то есть, знание о мире И исследование мира Оно, с одной стороны, является частью религиозного проекта А с другой стороны, знания, которые получены В результате исследования мира Да, то есть, здесь, вы помните, я говорил О том, что в монотеистической картинке Знания не могут быть получены, вроде бы Правда же? Они же должны быть даны изначально На монотеистическом проекте-то, да? Где они даны? Нет, они даны, но уже надо получить Что? Они даны, но уже надо получить Ну так, то есть, на самом деле, где они тогда даны? Ну да, то есть, они, наверное, в этом тексте В сакральном тексте То есть, они, на самом деле, находятся уже в этом сакральном тексте Конечно И некоторые могут оттуда это... Это же так и есть Что? Ну, мне не так кажется, что... Я хотя бы Богу не верю, но не очевидно, что... История или иного... Да? Как-то многим очевидно Понятно, как там же все зашифровано Конечно История, и все, все, все в этом сакральном тексте есть Правильно, нормальный еврейский подход Да? То есть, вот мы видим, как бы, идея настоящего Да, учитывая, что основное это действие То, в общем, Богу тоже верить не обязательно По большому счету Чтобы реализовывать Да, в каком-то смысле, если мы говорим о иудаизме До маймонидовского толка, или даже до Саадовского Да, то есть до Средневекового Иудаизм, и эпохи Вишны и Талмул То, действительно, нет... Нет нормы, которая каким-то образом регламентировала бы мое мировоззрение Мои верования и мнения, скажем так Да, я специально беру название книги Саадии Гаона Верования и мнения Книга Верования и мнения, это книга Саадии Гаона Это теологическая, которая говорит во что нужно верить И как, какого рода мнения нужно иметь В Талмадической литературе этого нет То есть нет доктринальной разработки То есть нет догматики В Талмадическом литературе На момент творчества И, собственно говоря, он первый, кто создал эту догматику Мы сейчас это увидим в тексте Как раз в своем комментарии к Вишне Он создает эту самую догматику И тринадцать принципов веры Он формулирует как раз в своем комментарии к Вишне Во-первых, революционность этого произведения состоит в том Что Вишна является действительно первым Своего рода первой выдержкой Первым компендиумом вот этой самой устной Торы С другой стороны, Вишну обсуждают в Талмуде А потом Талмуд комментирует Гаон и так далее И то, что делает Маймонид, он перескакивает всю талмудическую литературу Как бы подвергая ее самим этим жестом, какому-то сомнению Он комментирует Вишну, а не Талмуд и не Гаон Комментирование Гаона было бы продолжением как бы логической цепочки А он перескакивает, перескакивает к Вишне и комментирует к Вишну Поэтому, как бы, может показаться, что это очень традиционное произведение Действительно, комментарий к Вишне, Вишна, а ее надо откомментировать Но на самом деле это шаг революционный Он перепрыгивает целый пласт литературы, который уже наслоился на Вишну И обращается непосредственно к Вишне, как к некому источнику А с другой стороны, еще один элемент его инновации состоит в том, что В комментарии к Вишне он вставляет Сейчас мы это увидим, он вставляет определенного рода философские эссе Если хотите И эти философские эссе, с его точки зрения, они как бы в Вишне Та информация, которую он формулирует в этих своих эссе Это обычный предисловие к тем или иным трактатам Они носят философский характер То есть тем самым, он говорит, как раз вот то, что я сейчас сказал Что Вишна содержит эссе философские эссе А с чем связано то, что до манили они были эссе философские эссе? Ну, если мы правы То есть я прав рисуем вот этот самый палмудический эудаизм Таким, как я бы нарисовал И если, действительно, задача лежит в реализации плана через определенного рода действия То есть в каком-то смысле мне не важно, что думает человек Это и есть как бы критика христианства То есть критика христианства Христианство критикует эудаизм за то, что эудаизм легалистичен То есть занимается исключительно вот этой праксисом Этот праксис, он никак не затрагивает внутренний мир человека, не говоря Мало ли, что человек, значит, накручивает у вас три гир А думай О чем как-то? Оба Ну, так, к примеру Очень много высказываний даже в Шульхана Рухе есть И я думаю, что не случайно не туда попали, да? Про то, о чем надо думать во время чего Прекрасно Это когда был написан? После Рамбана Нет, но он же основывается на Талмуде Не только Он основывается и на Майманиле Конечно, Талмуде Но Талмуде разве нет такого? Я уверен, что ли? Талмуде, безусловно, есть Ну, в Талмуде есть действительно все Но в Талмуде То, о чем нужно думать Не формулируется в качестве нормы То есть это не Аллаха, о чем нужно думать Думать, конечно, лучше не о данной ключевой штрелине А о чем-то другом И в Талмуде написано, как хорошо было бы думать Но в Талмуде это не превращается в нормы Он не говорит, что нужно думать именно об этом Не надо думать, что приедут нормы вообще Серьезности во времена обитель И так далее Еще раз Вы говорите о каких нормах Мы, собственно, с вами и занимаемся В исторической перспективе Всеми этими делами То есть нужно понять, в какой момент Возникло требование К определенного рода интенциям К определенного рода состояниям И так далее И что оно означает И превращается ли оно в норму Ну да, в Талмуде есть варианты Но то, о чем когда думать, очень подробно Нет, очень подробно Но с другой стороны Еще раз Важно что? Важно то, что это не превращается Ведь догматика это что? Я говорю о том, как нужно понимать Как нужно думать Как нужно видеть Всего этого в Талмудической литературе нет Нет, с моей точки зрения Да, это уже моя С моей точки зрения Нет, именно потому что Этот проект Ориентирован Не на это Не то, что нет Вообще Проработки Ментальных процессов Есть, конечно Полно в Талмуде Всего этого Да, о чем надо думать И как И вот какой-нибудь Рассказ Про какого-нибудь Раби, который Не думал А да, вот когда Кручивал Филин Все у него то хорошо У него потом были Очень ценные Да, ценные Потомства Потому что он Два года думал Когда нужно О чем нужно А не когда не нужно О чем не нужно Это пожалуйста Но В норму В Аллахум Это не превращается В Талмудический литератур И тем самым Не проявляется Догматика Потому что Догматика Это требование нормативного Да У меня тут вопрос А Соответственно говоря Маймонет Вот все вот Мороневые схемы Все вот Философские составляющие Он сам это воспринимал Как Эгодические спекуляции Или Он как раз видел Что это часть проекта Такая же как Аллахар Ну Как я отвечу Как часть проекта Нет Нашим идеологическим Образованием Все прочее То есть как я отвечу Я отвечу так Что на самом деле существует Целый спектр Позиции исследователей Которые Одни из которых считают Что да Я вчера об этом говорил Одни считают что да Другие считают что нет Третий Но по разному Как бы оценивают Именно этот момент Он Этот момент Он является моментом спорным Сам Маймонет Явный Точно Нигде не говорит Поэтому это вопрос интерпретации А интерпретация Будет зависеть Как мы уже сказали Мы сейчас просто можем сказать Но вообще говоря Исследователь Как правило Несмотря на то что Старается быть объективным На самом деле исходит Из определенной Идеологической позиции И к этой идеологической Позиции Собственно говоря Подтягивает Маймонет Да И поэтому у него Получается Его Маймонет А с вашей идеологической Позиции А я же не раскрывал Пока свою идеологическую Что толку говорили Я скажу Но вы же не знаете Идеологическую позицию Да Ну вот Значит Тогда получается Что Еще раз Да Последняя моя фраза была О том что Комментарий Тюшты Имеет Два Таких вот Инновационных момента С одной стороны это Перечеркивание Неявное Перечеркивание Жестом Перечеркивание По магической литературе Которая возникла после Вишны А Вторая Инновация Это то что Некий Явно философский Материал Включен Комментарий К Вишне И Именно в силу того Что Некий Философский материал Включен Комментарий К Вишне Появляется Там Появляется Комментарий К Вишне Появляется Первая формулировка Жесткая формулировка Догматов Еврейской веры Тринадцать принципов веры Которая С этого момента Иудаизм Тоже Обладает Так же как и Христиан Мусульманск Теперь обладает Своими догматами А до этого их не было А у Малины Почему у него возникла Такая потребность Давайте подумаем Почему у него возникла Такая потребность То есть мы увидим на самом деле Дальше Когда будем говорить про Мишну Туру То есть про второзаконие Который он пишет Кодекс имейского закона Я сразу опережая события Скажу Кодекс имейского закона Он начинается С изложения Мировоззренческих вопросов То есть кодекс имейского закона Начинается Как это не Парадоксально звучит Сегодня Как-то эти парадоксы Не слишком афишируются Он начинается С изложения физики Интофизики Аристотия Но некоторые Может не знают Что это физика Интофизика Аристотия Думают Что это такой Богословский текст Но вообще говоря И с этого начинается Еврейский закон Поймите То есть вот это Он же говорит На самом деле Когда он составляет Мишнуков Он говорит Что я обобщил Все что написано В томудической литературе В комментариях И так далее И составил теперь Кодекс Да Мы немножко перескакиваем Но будем говорить Про этот кодекс Чуть позднее Составил кодекс Еврейского закона Который охватывает Всю устную тору Теперь не нужно Рыться в этих книжках Таких сложных Я очень простенько Сейчас все Изложу Аккуратно И излагаю Начинаю С первопричины Перводвигательной И излагаю Потихоньку Дальше Отделенный интеллект Излагаю Картину мира Истотическую картину мира Я излагаю Законе То есть Получается Что Маймонит считает Что в области Голохи Тоже Относится философия Философия оказывается Не только Агадой А какие-то части философии Оказывается Голохом Почему? Как они могут быть исполнены Как они могут быть исполнены Как они могут быть исполнены Надо Предположим Если я говорю Что земля круглая Как может быть использована закон Нужно верить Или нужно считать Что земля круглая Как это реализуется Реализуется Ну я всем ребятам Рассказываю Я круглая Постепенно Приучаю к этой мысли Практики используют Именно такое понимание Ну да Что значит практики Так в том-то и дело Что скажу По Маймониду Оказывается Что вот этот проект Он видоизменяется Да То есть мы не можем теперь сказать Что Маймонид считал так же Как Мудрецов Талмуда Если я прав Относить Мудрецов Талмуда Что на самом деле Исключительно Аллаха является Инструментом реализации Этого самого Нашего проекта С его точки зрения Это не совсем так Не только Или точнее Может быть и только Но к Аллахе тогда Если Ее нужно понимать расширительно Аллахе тогда Относится в том числе И верование И мнение Мировоззрения И так далее То есть я на самом деле Должен Заниматься Исследованием мира Я должен видеть мир Таким какой он есть То есть по сути дела Я включаю Исследование мира И адекватный взгляд на мир Он является частью Еврейского Закона То есть Иудейский проект Включает в себя Познание мира Включает в себя Философию На уровне В том числе на уровне Нормативных То есть Некоторые вещи Некоторые представления Они должны В качестве Норм Внушаться Жить Как он сам говорит Даже женщинам и детям То есть Ну например Представление О том Что Бог Это не дядя Который сидит На небе То есть Всякие антропоморфные Образы Необходимо Медленно Снимать Тут же После того Как Ребенок Или женщина Читает Священное Писание Необходимо Немедленно Как только появляется Антропоморфный образ Объяснять Этому Иродивому В принципе Получателю Сокровенного Текста Что Это не так Тогда Конечно Возникает вопрос Зачем написано Ну Хорошо Значит После всех этих предисловий Мы наконец Переходим Читание Самого текста Комментария В Кишне И самому начнем Значит Он Распространил Тору Израиля И собрал все высказывания И споры мудрецов Которые передавались По традиции От нашего времени До его дней И он сам был одним Из тех Кого была передана Традиция Собрав все эти Обсуждения Этим высказывания Он приступил к написанию Мишны Разъясняющей все заповеди Содержащиеся в Туле Человеку столь ученому Как рабе Уданоси Мишна была ясна И понятна Подобно Повторяющему пройдену Он записывал Вкратце Разнообразные предметы Повторяющему пройдену На самом деле По сути дела Это Мишна и есть Сам термин Мишна Это термин Который относится К повторению Мишна изначально Само понятие Мишна Мишна Это понятие Для себя Конспектик Можно А публиковать Конспектик Мишна Он конспективен Он очень лаконичен И Эта лаконичность Она делает его эзотерически Не то что он написан Каким-то хитрым Специальным птичьим языком Это я добавляю от себя А с точки зрения Маймонида Он написан Просто Слишком лаконично И поэтому требует Объяснения Поэтому Один из учеников Раби Уданаси Раби Хия Решил составить книгу Которая следовала По строению Мишны И объясняла непонятные места В словах его учителя И так возникла Тасепта Это книжка Которая Тоже была создана В третьем В конце третьего века Мишна была создана В начале третьего века В первой половине А Тасепта В конце третьего И целью было его Разъяснить Мишну И дальше он описывает Я пропущу сейчас Некоторые кусочки Можете просмотреть Просто глазами Он описывает Далейшее развитие Талмудической литературы Он говорит о том Что Азепта Была создана Были созданы Медраши Были созданы Талмуды И так далее И так далее И я перехожу К следующему абзацу Как уже было разъяснено нами Вершиной всего нашего мира Является ученый И добродетельный человек Что это значит? Ну и здесь перевод Что такое Вершина нашего мира Видимо Который Узнает Не А что значит Вершина этого мира? Как вы думаете? Сейчас я ищу текст А, собственно, что я ищу текст Текст на иврите Но на самом деле Ну иврите Это тоже перевод с арабского В конечном счете Ну, правда, мы здесь имеем дело С двойным переводом Потому что, скорее всего Этот перевод делался с ивритом Потому что, может, иврит Действительно лучше Ну, неважно То есть я сам буду комментировать Не буду отвощаться Текст на иврите То Вершина здесь имеется в виду что? Имеется в виду Человеческое совершенство Да? То есть человек совершенный И в этом смысле Человек совершенный Совершенный человек Является как бы целью Сотворения мира То есть с точки зрения Маймонида Получается что? Потому что с точки зрения Маймонида Реализация того плана Плана монотеистического Его действия Она лежит через Через что? Через создание Мы говорили с вами об образе Который я пытался навязать Николай Александровну Да? Этот образ На самом пионерском отряде Который строит В отдельно взятой стране Идеальное сообщество Которое оказывается настолько Да Настолько очаровательным И замечательным Что все остальные народы Ахают И подтягиваются И возникает царство Божие на земле Это как бы Образ Пагматического Элдаизма Подносится Относительно правил А с точки зрения Маймонида Оказывается Что По крайней мере Вершиной Вот этого самого Сотворенного мира Увляется Совершенный человек А кто такой Совершенный человек? Ученый И добродетельный человек Добродетельный Это тот Кто Соблюдает Балаху А ученый Это тот Кто Изучает Агаду Ну или Изучает философию То есть я специально Делаю условные знак равенства Между Агадой И Агадой И На самом деле Получается Что создание Этого самого человека Ну является Во всяком случае Существеннейшей Частью Реализация Этого проекта А на что Это похоже? Если я говорю о том Что реализация Проекта Монотеистического Это по сути дела Создание Определенного Типа человека Это Кто у нас говорит По поводу Определенного типа Типа человека Который Монотеистических Конфессий У нас всего три Христианство Христианство Точно Да? В каком смысле? То есть В том смысле Как в христианстве Выражено это? В христианстве Это выражено тем Что по сути дела Должно быть второе пришествие Второе пришествие Это что? Первое пришествие Это Бога-человек Воплотившийся А второе пришествие Это Человека-бога То есть Обратно И когда Будет создан Вот этот тип человека Новый тип человека Тип человека Подобный Иисусу Это и будет Собственно говоря Второе пришествие Тогда получается Что я на самом деле В каком-то смысле Выращиваю Вот этого специального человека Да? Но Вот это мифологен Мифологема У Маймониды Предположим Она не христианская мифологема Она Мифологема Даже не мифологема Да? Она Ну можно назвать ее Тоже мифологемой Она какая? Она философская Правда? И от кого она идет? Она не от христианства От кого? От аристотеля От аристотеля От аристотеля Именно у аристотеля Совершенный человек То есть человек, который Созерцает мир Это есть Человек Который Достиг полного Совершенства И если Интерпретировать Аристотеля Как Как Теолога Немножко Чуть-чуть его Подтянуть К Религиозному Мировоззрению Сказать, что у него тоже Наличествует некая цель По сути дела Что отличает Мышление Религиозное Или Религиозное Не очень хорошее слово Мышление Будем пользоваться Той терминологией Которая Мышление Монотеистическое В рамках Монотеистического Мировоззрения От философства То есть философ На самом деле Он смотрит мир Его изучает Он уже не знает Для чего этот мир Он не задает Изначально Эти вопросы Потом И философы Начнут задавать Или точнее Они начнут задавать Потому что они задают Теологи Но не важно Исторически Почему этот вопрос Возникает Это уже другое Но если я изучаю мир То я вообще-то говоря Ничего не узнаю Я изучаю его А для чего Это уже следующий вопрос Для чего Это будет На самом деле Вопрос Для чего Он будет частью Ну Причинно-следственного Изучения мира То есть вопрос Для чего Превратиться во что В теологическую причину В теологическую причину Аристотельскую Да То есть причину целевую А не в цель Цель сотворения У этого всего мира И цель В том числе И человека тоже Это скорее Тип вопроса Который Может быть задан В монотеистической Мировоззреческой системе И Добавляет К Аристотельскому Вот этому Идеалу Совершенного Человека То есть Интеллектуально Зазерцающего Человека Маймони здесь добавляют Еще и добродетельную Да То есть Он с одной стороны Придает этому Ну Некую Телеологичность Не путать с теологией Теология Это учение о Боге А телеология Это учение о причине И Он Задает Этому Телеологичность Определенную И добавляет К Аристотельскому Идеалу Еще и добродетель Хотя может и Аристотель сказал бы Что за одной добродетельной Да Это же не Аристотель А Платон Еще говорил Да Ну Может быть Да Наверное Вот это Про Платона Мы правильно Сейчас Сказали Два слова Прежде чем мы начнем Дальше читать Я скажу О Наверное Я должен был это сказать В предисловии Я просто Как-то забыл А может быть Рассчитывал На том Что часть Из вас Уже слушали меня Я это Тоже рассказываю Очень часто Но наверное Нужно сказать два слова О Средневековом Аристотелизме И Неоплатонизме Что их отличает То есть Таким образом Платоновские мотивы Попадают Например Нормонимы Это отступление И так у нас скобки Сейчас Мы оставили Немножко комментарии Кмешни И в скобках Я в двух словах Попробую На одной ноге Объяснить На самом деле Необъяснимую вещь Именно Различие между Неоплатониками Сейчас вы увидите Почему не совсем Объясним Значит Главная идея Неоплатонизма Главная идея Неоплатонизма Это Теория Эмманации Теория Эмманации Если Совсем кратко Означает Следующее Существует Нечто Что Называется Соледины Некая Сущность Которая Переполняется Определенного Рода Энергией Светом Как угодно И истекает Слово Эмманация означает Истечное Истекает И возникает Некая следующая Сущность Которая называется Ум Или там Утилект Которая начинает Созерцать Этот самый Породившую его Сущность Созерцая Когда Эта вторая Сущность Переполняется Энергией Светом И так далее И тоже Истекает Тождая Вторую Сущность Каждая Из этих Сущностей Она все Менее светлая Если пользоваться Эмманаций И так далее То есть Вот Эмманационный процесс Вплоть до Подлунного мира То есть Я по сути дела Используя Эту теорию Эмманации По сути дела Сотворение Мира Таким образом То есть Космогенез Представлен Именно таким образом И вот Этот самый Подлунный мир Является Совершенно Темным Окончательно Темным Окончательно Темной Сущностью Которая Первая То есть У нас есть Исследователи Исследователи Девятнадцатого И начала Двадцатого века Исследователи Исследователи А если То он Он Будет Называться Не знаю Но в девятнадцатом веке Было обнаружено Что Среди Среди Произведений Которыми Пользовались Аристотелики Средневековые Еврейские И Арабские Было произведение Которое Называлось Теология Аристотеля Мы встречаем Упоминания О теологии Аристотеля Перепатетику Средневеков И вот Почему-то В девятнадцатом веке Только выяснилось Что на самом деле Эта теология Аристотеля Это не что иное Как Произведения Некоторые главы Произведения Плотина А Плотин А Плотин Это и есть автор Собственно говоря Теории Таким образом Получилось Что контрабандой Контрабандой В корпус Произведения Аристотеля Про них Плотин И Философы Которых Можно было бы называть Философами Аристотеликами Эти главы Они не содержат Теорию Эмманации Но тем не менее Те главы Которые входят В самой теологии Аристотеля В одной из ее версий Она в разных версиях Существует Более пространная А менее пространная Но тем не менее Неоплатоническая мысль Она как бы Получается Существовала В корпусе Этих Аристотеликов Поэтому Вообще говоря Пользоваться Неоплатонической Теорией Эмманации Как лакмусовой Бумажкой По которой Различают Аристотеликов И неоплатоников Нельзя Потому что У аристотеликов Тоже Был вот этот Или Каким образом Они Совмещали это С Аристотелем Это уже другой вопрос То есть Не все из них Чувствовали Что здесь есть что-то не то Но некоторые из них Очень хорошо отчетливо Это чувствовали Например Ибн Рушд Авероид Который очень хорошо Это чувствовал И он эту теорию Эмманации По сути дела Вытеснил Причем не Потому что Он считал Не потому что он знал Что теология Аристотеля Это и не Адыплотина Он как раз не знал это Но тем не менее Он Поскольку он хорошо Очень знал Аристотеля Он пытался Каким-то образом Элиминировать Все Неоплатонические элементы Удалить их Из Своих Сочинений Которые По большей части Представляют себя Комментариев Трудам Аристотеля То есть Оказывается Что Проблема Различие Между Неоплатониками И аристотеликами Она не такая простая И Те Как бы Клише Или ярлыки Которые навешаны На тех или иных Средневековых Философов Находящиеся В учебниках Некоторые из них Пересдаются Посредневековой Философии А некоторые переписываются Те некоторые Сочиняют новые Учебники Посредневековой Философии Повторяя Старые Да Эти клише Они как правило Не как правило Потому что Некоторые Очевидны Есть Принадлежность Школьные Аристотелик Она более-менее Понятна Почему Потому что На самом деле Сами представители Школы Аристотеликов Они отчетливо Об этом все время заявляли Чем отличаются Аристотелики Средневековые От неоплатоников Что они представляют С себя ярко выраженную школу Они всегда выходят со знаменем И говорят Я Аристотелик Я Аристотелик Я Аристотелик Они заклинаются Заклинать не такое То есть Мой кред А вот остальные Те кто не выходит С этим флагом Не кричите Аристотелик Тут уже Немножко сложнее Аристотелик Он или нет И вот На этих Как раз Регат Навешивались Ярлаки Неоплатоников За счет наличия Теории эманации Хотя На самом деле Они могли быть Аристотеликами Использующими Скажите А Вы Интересовались Тем Откуда У Плотина Теория эманации Она Изорфизма Ипогеоризма А еще Откуда Гностики Я специально не занимался этим Я могу сказать Что я специально Этим занимался Но действительно Существуют Самые разные представления Откуда Это все Родилось Откуда Сама появилась Теория Ипотезы Ну Я сейчас На вскидку Я не скажу Даже на самом деле Что является Как бы источниками Плотина То есть какого рода Источниками он пользовался Но для нас Для наших целей Важно то Что на самом деле Если Вы видите Эта теория эманации Она ну просто На что она похожа На кабалу Ну на кабалу Само собой Но во вторую очередь Но вообще говоря На что она похожа Ее каплик поинтерпретирует Вот это же у нас Возвращение Да Источник Это очень хорошо Ложится На анатеистический миф Правда же Поэтому Поэтому Конечно поэтому Если я скажу Что это отец Например Это сын Да То вообще все будет Замечательно То есть на самом деле Теория эманации Плотина Она ложится На анатеистический миф Просто вообще Буль То есть Яблочко Не нужно даже напрягаться То есть Мы совершенно спокойно Теперь можем Понимать это Как некую Интерпретацию Да Или как некую модель Которая по сути дела Является моделью Этого самого На анатеистического мифа И поэтому Христианское Богословие Оно естественно Там Августин говорит о том Что настоящие философы Это не Аплатоники Конечно же не Аристотель Это не Аплатоники Потому что они Собственно правильно все сказали Ну немножко термины У них другие Но они говорят О том же самом О чем мы То есть Тем самым получается Устройство мира То есть это Мироустройство Оно на самом деле И является чем Но является по сути дела Моделью Этого самого Анатеистического мифа Ну да Но мы Остановились на чем Мы остановились на том Что на самом деле Различие между Неаплатониками Аристотериками Провести вот такое Простое невозможно А как же их отличать Когда между собой И тут оказывается Что это отличие Оно достаточно тонкое Оно лежит В разных Моментах Которые возможно Не связаны С моментами Теоретическими Даже А скорее Я бы сказал Что она связана С моментами Дискурсивными То есть На самом деле Аристотелики Неаплатоников Средневековых Они отличаются Ни терминологией Ни наличием Тех или иных Понятий Например, понятие Формы и материи Аристотеля Может оказаться У них неаплатоников И так далее То есть Терминологически Там существует Определенного рода Цела Но То, что Отличает Аристотеликов От неаплатоников Это тип Дискурсов Неаплатоники Пишут Образно Метафорически С большим количеством С точки зрения Аристотеликов Тумана А аристотелики Пишут Ясно Четко Последовательно Логично И так далее Аристотеликов Отличает Если дополнительные черты Их перечислять Их отличает Интерес К логике Очень острый интерес К логике Их отличает Интерес К физике То есть Они В каком-то смысле Являются Экстравертами Аристотели То есть Они на самом деле Действительно Ориентированы На изучение Неаплатоники Они ориентированы На изучение Чего? Как вы думаете? Души Потому что В ней как раз и содержится Кроме всего прочего Если я в эту Картинку Эмонационную То есть В этот космогенез Добавлю следующее Я скажу, что на самом деле Вот эта сущность Она в каком-то смысле Отражается В этой сущности То есть Они изоморфны Они между собой Каким-то образом коррелируют Ну и тогда Это все мироустройство Она тоже В каком-то смысле Отражает все Ну и душа человека Тогда Она является Микрокосмом Она как раз И появляется Собственно говоря На основе Неоплатонической идеи И тогда Получится Что для того Чтобы узнать Что-то о космосе Вообще-то говоря Заниматься чем? Да, изучать человека Микрокосмом Его душу И тогда я собственно Получу представление Поэтому как раз Неоплатоники Они действительно Пишут Как правило Неоплатоников Среди Их сочинений Очень важный момент Занимает Трактаты о душе Хотя и у Аристотеликов Есть Потому что у Аристотеля Сама не был Трактат о душе Но он занимает просто Меньше места То есть если я скажу Что неоплатоники пишут Трактаты о душе А Аристотелики нет Это будет неправда Но удельный вес Этих самых Трактатов о душе Или места Которые занимают Того или иного автора Эти идеи Они Не сопоставимы Да, у неоплатоников Это занимает большее место А Аристотеликов меньше Ну хорошо Значит Это У нас были скобки Закрываются Это различия между Аристотеликами И неоплатониками И поэтому Когда мы Говорим о Школе Фальсов То есть Той школе Которой принадлежал сам Мальмонет Мы должны учитывать Что некоторые Неоплатонические элементы В него присутствуют Кроме всего прочего И это уже независимо От Теологии Аристотеля Начиная с Альфараби Почему-то Все Представители Школы Фальсов Очень любят Трактат государства Платона Хотя Собственно Из политика Аристалтическая Могли бы пользоваться им А не пользоваться тем и другим Но почему-то Трактат государства У Платона Оказался На таком особом положении И они Этим Трактатом На самом деле У меня даже есть объяснение Почему Давайте я вам его Скажу Собственно Скрывать Скрывать Тут ничего Здесь Ситуация в следующем Дело в том Что Если я Продолжаю Вот эту идею Неоплатоническую Относительно того Что Каждая последующая Структура Содержит в предыдущую И каким-то образом Ее отображает То на самом деле Можно сказать Что этот Подлунный мир Он действительно Является своего рода Отражением Всего космоса И душа человека Тоже Но Я могу сюда добавить Еще один момент Я могу сказать Что и социум То есть человек Как бы Как некий Организм Он тоже На самом деле Должен иметь Некую структуру Которая является Отражением Общей Структуры мира То есть по сути дела Тогда получается Что И почему это важно Предположим Для наших Аристотельников Любимых То есть вообще-то Говорят для Средневековой Мысли Потому что Средневековая Мысль является Мыслью Зараженной Монотеистической идеей Монотеистическим проектом Не важно каким Исламским Иудейским Или христианским И в этом проекте Так или иначе Присутствует Что? Присутствует социум Хотя сейчас Мы только-только что Прочитали Что мы говорим Как раз про индивидуум То есть про выращивание Индивидуума Но помимо Вращивания индивидуума Есть и Представление об определенного Рода социуме Этот социум Идеальный социум Который возможно связан С наличием вот этого идеального Совершенного человека Сейчас мы Может чуть позднее увидим Каким образом То есть без Выращивания специального Вот этого человека Вида Да Без формирования определенного вида Возможно И не создать Такого Прекрасного социума Который тоже Отражал бы в себе Мироздание Но тогда Построение Этого самого Социума В том числе И является Монотеистической задачей А для того Чтобы построить Этот социум Если я на самом деле Вернусь К монотеистической идее Или Если мы говорим О том Что по сути дела Ливрейский народ Нужен построить Какое-то Самое идеальное Социум Так оно и есть Да Получается Что я должен Собственно говоря Этот социум выстроить А как я его Буду выстраивать Если я не знаю Ничего о мироздании Если я не знаю Как устроен мир А у меня Этот социум По сути дела Должен Вообще говоря Структурно Отражать Значит Получается Что я Вы видите Да Я просто выстраиваю Некую Логическую цепочку Того Каким образом Можно мыслить Будучи философом И одновременно Монотеистом Я говорю Тогда Что да Мне одеваться некуда Я должен изучать мир И тогда Собственно говоря Я смогу построить От самых Социум Иначе Я собственно Я это сделал Не смогу И тогда возможно Что этот мой Человек Про которого он здесь Говорит Я его человек Вершина всего мира Ученый Добродетельный Он ученый Почему? Он ученый Потому что он знает Как устроен мир Поэтому А добродетельный Помимо всего прочего Показывающий пример Другим Как себя вести И он собственно говоря Может быть и должен Организовывать Этот самый социум Ну хорошо Дальше Это у нас было такое отступление Цель заключается в достижении Того состояния Когда человек Сочетает практическую деятельность С изучением наук Под науками я имею ввиду Полное выяснение истины Постижение всего Что доступно разуму А под практической деятельностью Поведение в соответствии С критериями Среднего пути и равновесия В том что касается Природы человека Так чтобы он Не подчинялся ей И не делал более Чем требуется Для поддержания Существования его тела Видите он По сути дела В двух словах Мы можем увидеть Здесь Одну из формулировок Вообще Плана Майманина Что собственно говоря За сочинение пытается Нам написать По сути дела Формулирует Некую цель Цель вот этой самой Совершенной личности И эта цель Совершенная личность Она включает в себя Некую Определенную практическую сторону То есть Аллаху Да и Изучение наук Здесь есть Выражение того Каким образом Регулировать Собственно говоря Правильное поведение И регуляция Этого правильного поведения Она Связана с тем Что называют Средним путем Да Это его знаменитое То есть не его А аристотельское знаменитые Критерии Среднего пути То есть на самом деле И люди бывают Например Одним бывают Жадные Другие Расточительные То есть нужно занимать Некую Среднюю позицию То есть не очень Расточительным быть Потому что все раздашь Ну и не очень жадным Надо раздавать Ну и так далее Не нужно быть Слишком отчаянным Да И бросаться С пятого этажа Потому что разобьешься Но с другой стороны Не нужно трусить И если у тебя полметра Надо спрыгнуть Ну и так далее То есть между трусом И непомерной отварой Существует некое Среднее качество И вот это Среднее качество Это то Чего должен придерживаться Человек Чему должен придерживаться Этого самого Среднего качества Сам Маймонит Нам здесь говорит Для того Чтобы соблюсти Некое равновесие То есть равновесное состояние Состояние равновесное На уровне каком На уровне телесном Это же он говорит Про телесные Да уровни На уровне телесном Необходимо просто Соблюдать равновесие То есть в каком-то смысле Здесь Под текстом Такого рода Утверждения Является что Является то Что вообще-то говоря В природе И так все хорошо Оно все равновесно Как бы То есть мир создан так Что он вполне равновесен Человеку просто не нужно Расшатывать Никуда Он и сам создал Вполне нормальный То есть нужно просто Не трясти Ни в одну сторону Не наклонять лодку Ни в другую И все будет нормально В том что касается тел Оно помимо этого Я должен еще и Заниматься изучением Я на самом деле И изучением не смогу заниматься Если У меня лодка будет крениться Чем мне придется заниматься Мне придется Вечапыванием Воды заниматься все время А не изучением мира Для того чтобы изучать мир Я должен соблюдать Это самое равновесие Если я смотрю Таким образом Вот я так сейчас Интерпретирую Манида Тогда я могу Сразу же делать Следующий вывод Не знаю Может вы попробуете Сейчас я сам А потом в следующий раз Давайте Давайте Вывод я могу сделать какой Я могу сделать Такой Вывод Если Под практической деятельностью Имеется ввиду Что вы говорили Аллаха Аллаха это и что? Значит нужно ее соблюдать Но не с фанатизмом Нет Нет Ее надо соблюдать С фанатизмом Ее как раз нужно соблюдать С фанатизмом Но она из себя представляет что? Она из себя представляет Правила Которые Собственно говоря И позволяют мне Оставаться в равновесии Но тогда она Является чем? Она является Чем-то инструментальным То есть на самом деле Она вовсе не является целью А является чем? Средством Да? Она является средством Для чего? Для того чтобы я Что? Изучал мир Совершенно верно То есть занимался Если мы опять же Переведем в ту термину Занимался Агадой Значит надо заниматься Агадой Или философией А для этого Необходимо Соблюдать Некое равновесное состояние То есть Соблюдать Аллаху Тогда лодка не раскачается Но Можно На самом деле Удержаться От этого выгода Каким образом? Даже читая вот этот текст То есть я на самом деле Сейчас дал интерпретацию Какую? И какой исследователь Нам скажет Нечто подобное? Исследователь Для которого Предположим Идеи Просвещения Да? Маскиль какой-нибудь Сейчас возьмем Маскиль Да? Он заражен Землю просвещения И так далее Он говорит Только ребята Маймонит же про это говорил Вот Черным по белым Он говорит что не надо Закон соблюдать С фанатизмом Он говорил о том что Закон он на самом деле Инструментальный Закон это Ничто иное Как то что позволяет Мне Соблюдать некое Телесное равновесие Ну когда-то Во времена Талмуда Это было связано С огромным количеством Разного рода упражнений Которые они делали И это позволяло им Но сегодня у нас Есть другие средства Да? Мы просто встаем на весы Посмотрел как Все нормально Сбросил вес Не сбросил То есть на самом деле Мы сегодня это можем Зарядить просто зарядкой Да? А цель Как говорит Маймонит нам Лежит в чем? В изучении мира Ну мы еще не весь мир изучили Маймонит может и думал Что весь мир изучили Изучив Аристотеля Но он немножко заблуждался Мы сегодня продолжаем Поэтому мы занимаемся ДНК И теорией относительности И прочее Да? Это будет интерпретация Вот этого самого Маскиля А Тот кто удержится От такого Комментария Давайте посмотрим еще раз На этот текст Можно здесь удержаться От этого Комментария или нет Он говорит что Как уже было замечено Вершина всего Мир является ученым Человеком добродетели И не Скажет И не Некий Доксальный исследователь Да? Который Будет Как бы Антимоскил И будет За еврейский закон Здесь еще сказано Что и добродетельно Цель заключается В достижении того состояния Как человек сочетает Практическую деятельность С изучением наук Значит Маймонит не ставит На первое место Изучение наук Он говорит Сочетаем А как сочетаем? Значит и это важно Не менее важно Чем изучение мира Да? И тогда здесь я могу дать Какую интерпретацию Этой добродетельности И практической деятельности Я могу дать Например интерпретацию Этическую Если я Герман Коэн Я говорю Да Маймонит учил нас Этики Скажет Герман Коэн Вот Она не менее важна Чем остальные части Философии А если я А если я не Герман Коэн А просто Такой Такой Почитавшийся философии Рабин Я скажу Что практическая деятельность Это на самом деле И есть Аллаха И Маймонит Наш Вейский автор Он говорит о том Что сочетание Аллахи Агады То есть философии И Соблюдение заповедей И есть Это самая цель И на самом деле Ничто из этих двух составляющих Является Приоритетным Вот видите Я вам сразу Три интерпретации Да То есть разных Почему они были разными Я тоже объяснил Правда же? Хотя Герман Коэна Плохо изобрели Ну здесь есть совсем Я уверен Что в оригинале Это не так То есть это Мне кажется Не может Такой Маймонит написать Это кто говорит? Тоже со своей Идеологической позиции Павел пришел Не может быть Чтобы этого И так тоже будут говорить Про Маймониты Не может быть Что в этом написано Здесь написано так Значит Равновесие в том Что касается природы человека Так Чтобы он не подчинялся ей Видите фраза Сильная Правда же? Мы не заметили Сильную фразу Я тоже Первый раз Когда прочитал Не заметил А сейчас заметил И думаю Что он говорит? Если это правда Что он так написал Он говорит Что на самом деле Соблюдение Равновесия Оно дает что? Оно дает Возможность Человека Не быть детерминированным Природой Природными силами То есть Каким-то образом Уйти от природной Детерминации То есть Если я иду По среднему пути Или С точки зрения Интерпретации Такой сильной Логической Соблюдаю Соблюдаю По сути дела Иудаизм Это и есть Религия Которая создает Определенный тип Человека Который Недетерминирован Ничем В конечном счете В пределе А какие могут быть Детерминации? Детерминация может быть Природная Вот от природной Я ушел Вторая Социальная Культурная Детерминация И так далее Все эти Детерминации Они на самом деле Человека Делают Не самим собой А он сам собой Который Подобен По образу и подобию То есть Этот человек Который должен быть По образу и подобию Он должен быть Ничем не детерминирован И в этом на самом деле И является Главная идея Иудаизма Вот Как можно Проинтерпретировать Это выражение Которое Мне кажется Не мог написать Нормально Ну хорошо Значит По сути дела Видите Я вам дал целый спектр На Маленькое Предложение Целый спектр Разного рода Возможностей Интерпретационных Которые зависят От той или иной Идеологические позиции И в том числе И интерпретацию Идеологические позиции По сути дела Собо представляет Что? По сути дела Представляет Собо интерпретацию Монотеистического правита Правда же? Когда я сказал Про антидетерминацию Детерминацию Человека То есть Недетерминированность Я по сути дела Интерпретировал Иудейский правит Если я говорю о том Что на самом деле Идеал человека Это ученый Философ Изучающий ДНК Я что сделал? Я тоже Проинтерпретировал Каким-то образом Самый монотеистический правит То есть По сути дела Мы видим Что так или иначе Но во всяком случае Если мы говорим О идеологических позициях Которые связаны С прочтением Маймонида Они все В каком-то смысле Являются Определенного рода Взглядами На монотеистический проект Но это не удивительно Потому что на самом деле Те, кого не интересует На монотеистический проект Просто не будут Читать Маймониду Правда же? Каких пирогов Читать Маймониду В 12 век Вообще непонятно что Ну хорошо Двинемся дальше Из всего сказанного Понятно Что высшей целью Всего существующего В этом мире Становление и упадка Это плохой перевод Имеется ввиду На русский Это переводится Сейчас Возникновение и уничтожение Это стандартный перевод Аристотельский термин Мир Возникновение и уничтожение Значит Является совершенный человек Сочетающий мудрость с действием Еще раз Что-то он опять И поскольку Слова подрецов Их объяснения А также намеки И косвенные указания Учат нас и тому и другому То есть и мудрости И правильных действий Справедливо сказано Что все Что все что есть у Всевышнего В этом мире Это четыре локтя Аллахим Само это высказывание Является высказыванием Медрашистин Что у Бога в этом мире Есть всего четыре локтя Аллахим Потому что Потому что Само понятие Четыре локтя Четыре локтя Это по сути дела То пространство Которое определяется Как пространство Индивидуум То есть индивидуум Находится В каком-то смысле Тут если Предположим Я начертался Чего-то по поводу Ауры человека Или его Энергетического поля Так вот Если я пользуюсь Такими терминами То я скажу Что энергетическое поле С точки зрения мудрецов Аллахим Оно распространяется На четыре локтя То есть человек Может существовать В пространстве Четыре на четыре локтя Это как бы Частное пространство Человека Которое с ним Перемещается И поэтому Есть высказывание Что у Бога В мире Нет ничего Кроме четырех локтей Аллахи Образное выражение Которое по сути дела Говорит о чем Что все что хотел Всевышний То есть его план Да План сотворения мира Он на самом деле Сводится к К чему Аллахи К исполнению Аллахи Ну образно говорится О четырех локтях Это простое понимание Этой фразы Амаймонит Складывает эту фразу Что Скучная философия И мудрость То есть он тем самым Говорит то Что Я уже спер этот рисунок Он говорит по сути Дело о том Что в Аллаху Входит и философия Тем самым Делая что Он одновременно И он так поступает Очень часто Он убивает как бы двух зайцев То есть он интерпретирует Не только Текст Толмуда Потому что как По ходу дела Интерпретировал Да и мудрецы Об этом говорят То есть что Они тоже знали прекрасно Что это получается Философия И именно это Они вложили понять Четырех локтях Ну и дальше он еще что-то Рассказывает И это предислое на самом деле Как бы странное И довольно любопытное Но в конце он говорит о том Что после всего этого Я пришел к выводу О необходимости написания Комментария ко всей Мишне И мой вывод следовал Из того обстоятельства Что к объяснениям Мишны Которые даются в Талмуде Никоим образом нельзя прийти С помощью собственного разумения Это что такое? Понятно или понятно? Понятно Понятно? Выясните Вы говорили о том Что Мишна достаточно конспективна Поэтому Достаточно конспективна Разумения прийти нельзя Поэтому он исполняет Да Противоречит тому Что он говорил до этого Понятно что они все Все время сами себе противоречат Но тем Не Здесь нет Вам не противоречит Он пишет Поскольку в начале мудрецы Делали записи Лишь для собственного употребления Разобраться не крайне трудно Тем Кто значительно уступает Этим мудрецам По уму и знаниям Да В другом месте он пишет Что Пу-пу-рум-пу-рум потерял Да Который дается в Талмуде Никоим образом нельзя прийти С помощью собственного разумения Да И между этими двумя высказываниями Мне кажется есть противоречия Причем антагонистическая А не диалектическая Нет 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 никого противоречия совсем Ни того ни другого Тогда я не врубаюсь В первом случае он сказал Что эти мудрецы там Мишины Записали все очень лаконично Разобраться в этом Можут только те парни Которые не уступают им по уму А в втором случае он говорит Что вообще в этом разобраться нельзя Да Почему Потому что на самом деле Сегодня нет таких парней А Но это не очевидно Нет Это очевидно Он пишет это в других местах Но в общем это очевидно Да он говорил Кроме одного Один то есть Вы знаете как его зовут Да То есть Ну Поэтому если я берет такую миссию Он говорит Что сегодня таких парней просто нет Поэтому с помощью собственного разумения Никто это понять не может Мудрецы Талмуда Они были равны По своей мудрости Мудрецам Мишны Или Может быть чуть похуже Но они намного похуже Ну А он как бы скромный Тоже Тоже В общем Так вот Мудрецы Талмуда Разбираю общее правило Объясняю структуру Высказывания Мишны Нередко Находя нужным Что-либо добавить к тексту Изменить те или иные формулировки Выделить в них разные точки зрения И таким образом Раскрывают их смысл Я считаю Я считаю Что комментарий ко всем Мишне При условии соответствия Его изначальному замыслу Будет обладать Четырьмя основными Достоинствами То есть он говорит о том Что он сейчас вернет Мишне Он вскроет Изначальный замысел Мишне Да Ну то есть Талмуда тоже вскрывают Но они не до конца вскрывают Они С помощью определенного рода Объяснения структуры Как-то Проясняют Но они на самом деле Не работают С выяснением основного Замысла Мишны А я Маймани Да Буду этим заниматься Почему? Потому что сегодня нет парней Которые бы вообще понимали Замысел Мишны Ну и дальше он перечисляет Достоинства Вот этого самого Его Комментария То есть он тем самым Занимается апологией Собственного произведения Вы почитаете это Сейчас мы не будем вместе Это читать Это уже технический момент Но Нас важно что? Что по сути дела Маймани говорит следующее Я Маймани Я знаю Ну так случилось Не знаю почему Уж так случилось Никто сегодня Не может разобраться В этом тексте Мудрицы Талмуда Конечно разбирались Но они так написали Что их тоже не поймешь А я возьму И теперь Изначальный замысел Вишны Вам здесь В своем комментарии Я собственно говоря Знаю Аутентичный Замысел Вишны И вам об этом В своем комментарии Понятно теперь Почему Он тем самым Объясняет Почему он Перескакивает Через Талмуд Почему он не пишет Комментарии Талмуду Он говорит Что на самом деле Но я опять же могу сделать Такой вывод При определенном Интерпретаторском усилии Я могу сделать Какой вывод Я могу сделать вывод Что на самом деле Маймани говорит о том Что замысел Талмуда Он тот же Что и замысел Вишны То есть мудрицы Талмуда Имели тот же самый замысел Они просто продолжали Объясняли Некие технические моменты Не занимаясь Прояснением самого замысла Почему? Потому что он им был понятен А я теперь Поскольку все уже потеряли давно Изначальный замысел Вишны И никто его не знает А из Талмуда Визлить его не могут Я вам в своем комментарии Дам Этот самый изначальный Замысел Вишны Такая у него позиция Ну и дальше Я привел Несколько фрагментов Разных на самом деле Можно было бы выбрать Может какие-то другие фрагменты Фрагменты, которые Представляют из себя Вот такие самые Философские вставки В комментариях Мишне То есть когда Они считают Что в Мишне На самом деле Сформулировано Некое философское знание Ну Первый из Этих фрагментиков Он знаменитый Это Рактат Хагида Знаете Мааса Берешит Мааса Меркова В Талмуде Там рассказывается О четырех мудрецах Которые нашли в Пардес Наверное вы все знаете эту историю Да? Так вот Комментируя эту Мишну Майманит Говорит следующее И вот я понял Самостоятельно изучая Высказывания мудрецов На эти темы Никита Вот здесь теперь Да? Вот теперь мы можем сказать Ага Самостоятельно изучаем Да? Никто же не может понять Самостоятельное изучение Но опять у нас исключение пошло Из-за чего правило То что они называют Мааса Берешит Это изучение естественного мира То есть Натур философии Или физика Да? И начал творения А под Мааса Меркова Они подозревают Науку о Божественном А науку о Божественном Так собственно говоря Называли Представители Школы Фальсифа Метафизику И здесь Тоже в скобках Маленькое терминологическое замечание Вот этот термин Божественная наука Он на самом деле Носит Огромную путаницу В исследовании Средневековой Философской И теологической литературы Почему? Потому что на самом деле Божественной наукой Представители Предположим Школы Калама Или Церкви Богословия По сути дела Они называли что? Они называли По сути дела Апологию религии А Представители Школы Метафизики Божественной наукой Называли Представители Школы Фальсифа Божественной наукой Называли Метафизику То есть По сути дела Они говорили Что богословие Равняется Метафизике И поэтому Когда мы Читаем В произведениях какого-нибудь автора типа Фанна Эквинского сам термин богословие или божественная наука, то нужно разобраться, что он имеет в виду. Он имеет в виду метафизику или он имеет в виду апологетику а-ля Ацицир. То есть он имеет... Скажите, может я просто запутался, но литература Моасе, Меркова, Моасе, Берешит это же как бы из литературы Ейхолот, правильно? В литературе Ейхолот встречается термин Моасе, Берешит. Она занимается немножко другим. То есть там ангиология, теофания и так далее. Причем тут метафизика, причем тут арестоки. Вот, да, это действительно парадокс. То есть будут возмущаться люди. Представите, как было в 13 веке, я не скажу, что он на немчего-то городе. Моасе Меркова. Что вы знаете, что такое Моасе Меркова? Моасе Меркова сам термин, да, это колесница, на которой совершались в литературе Ейхолот. Это действительно визионерская деятельность. Все живое, прилетает на небо, и там ходят, исследуют там эти самые чертоги. И представители Кабалы будут говорить, что Маймонит все напутал. Но Маймонит говорит следующее. Он же говорит, я после самостоятельного изучения рассказывания мудрецов Талмуда, там и так далее, смотрел, все взвешивал, и так далее. И пришло то, что на самом деле они вовсе говорят не о каких-то чудесных визионерских полетах. Они на самом деле говорят просто о метафизике. Но они говорят на таком языке. На языке, который людей неподготовленных, которые не умеют читать Талмуд, измешну, а их нет вообще таких, которые умеют, кроме Маймонита, принимают это за чистую или грязную монету. То есть не за ту монету, в этом случае, которая она является. А на самом деле Маасей Берешит – это физика. Но когда он говорит Маасей Берешит, кстати, этого термина в литературе и халоп, насколько я помню, нет. Но по сути дела, когда он говорит, что Маасей Берешит – это физика, а что такое Маасей Берешит? Маасей Берешит в талмудической литературе ассоциируется с изложением книгой обития, то есть с творением Мина. То есть тогда получается, что он говорит не только про мудрецов Талмуда, сейчас он интерпретирует не только мудрецов Талмуда, но и библейский текст. А Маасей Берешит – это что? Это введение Эхискеля. То есть, по сути дела, он говорит, что введение Эхискеля – это метафизика. И поэтому Вол, исполненный очей, это на самом деле, ну, надо разобраться, что это такое, да, то есть, но во всяком случае, это понятно, что речь идет о космологической картины мира а-ля Аристотика. Просто нужно поднапрячься и суметь это интерпретировать. Мало того, сам Маймонит этого почти не делает, то есть он намекает на интерпретацию, например, пророчества Эхискеля, а его последователи энергично принимаются заниматься этой интерпретацией. Маймонит не закончил свое дело, мы сейчас закончим, и они последовательно интерпретируют этот текст, как относящийся, описывающий метафизическую картину Аристотика. То есть это хорошие, такие солидные произведения, большие, примерно, как вам объемы. Мне просто забавно, как этот контекст может поместиться, как и Метатрон, или там человек, человек, но вот это как бы и есть, поэтому чтение этих комментариев, оно и действительно является забавным, я согласен. А вот мне, например, вообще сложно понять, исходя из вашей вчерашней схемы, то, что рассказывает Платин, про эманацию и так далее, это же действительно, ну как бы с другой стороны, если на это посмотреть, это можно воспринять как некое мистическое откровение из разряда... То есть вот где вот эта граница, собственно, то есть вы это вчера этому посвятили целое занятие, но я до сих пор как-то до конца не знаю, то есть где, собственно, поэтому он так теперь и говорит, то есть где граница между таким каким-то вот мистицизмом, да, и философией. То есть когда речь идет об Аристотеле, это совершенно понятно, а вот когда речь действительно идет о Платине, уже это не очень понятно. Почему? Ну потому что вот эти вот эманации, это все очень, можно это как бы на мистический язык очень легко перевести, и для меня лично, хотя я, конечно, не читала, вот, это вот, просто он это как бы оформляет в такой вот тип как бы философский язык, ну то есть, да, они находятся сейчас на самом деле выступить апологетом на Акустину, да, то есть она говорит, недаром Акустин говорил про Платина, что он наш человек. По вашей логике, понимаете, по вашей логике. Он грек, конечно, может быть, даже язычник в каком-то смысле, но получил откровение только на другом языке, да, то есть на своем языке. По вашей логике просто Акустин не прав, а я вот этого вот, не вижу вот этого. Я ничего не сказал пока что. Разве я сказал, что Акустин не прав. Ну потому что Платин, это просто, потому что я иронично говорю, что это совершенно ничего не значит. Он как бы из языческой картинки. И здесь то же самое. То есть на самом деле, то что он говорит, это то же самое. То есть вот эти картинки... Не совсем то же самое. То есть если говорить об Акустине с точки зрения, то есть о Платине с точки зрения Агустина или по теории Монации с точки зрения Маймонидас, то действительно Платин по Августину получил по сути дела то же самое знание, которым монотеисты нормальные, да, обладают давным-давно. Ну на определенном языке. Но в общем он имел в виду то же самое, поэтому мы можем с одного языка на другой переводить, потому что вообще-то говоря, суть дела остается то же самое. Теперь, когда Маймонид говорит, например, о том, что мудрецы Талмуда имели в виду физику и метафизику Аристотеля, он говорит нечто иное. Он говорит о том, что это знание, знание философское, то есть знание физики и метафизики, знание устройства мира в целом, оно было изначально частью вот этого самого монотеистического проекта. причем это знание, вот заметим, да, то есть я вчера схемку, которую я рисовал, это взгляд как бы со стороны наш, исследовательский взгляд, когда мы говорим о том, что вообще, говоря, философия родилась в Греции, она родилась вот из того, что человек понимает себя из мира, начинает мир исследовать, занимает метапозицию отношения к миру и так далее. с точки зрения Маймонида, это не так. Маймонид говорит, что на самом деле философское знание было получено, каким образом? оно было получено как откровение. В каком-то смысле, да? В каком смысле это нужно будет еще прояснить? Масса Меркова. И мы, вообще-то говоря, ничего не открываем нового. Мы ничего нового не открываем. Мы, как бы, по сути дела, занимаемся кабалой, вообще-то говоря, да? То есть это традиция нам передала. Да, так вот Масса Меркова, это оно и есть. Потому что когда он говорит про физику, то, конечно, есть. Он говорит, что на самом деле физика, метафизика находилась где? В сакрайном тексте в нашем. Нам, собственно говоря, этот текст был дан вместе с описанием в мироустройстве. Но это описание было сделано не совсем на том языке, на котором это формулируют греки. И поэтому моей задачей Маймонида сегодня является просто перевести, поскольку возникла еще тут философия. А как философия возникла в Греции с точки зрения Маймонида? Она возникла как? Ну, они додумались, то есть человек до чего-то может додуматься. Мы, монотеисты, получили это в виде откровения, и у нас это знание вообще давно есть. Но оно настолько давно у нас есть, что оно запылилось на полках, да? И где-то там лежит это знание таким вот грузом. Но мы, потому что, почему так получилось, что оно у нас лежит таким грузом? Потому что мы были осторожные ребята, в отличие от Грея. у нас же монотеистический проект, и как правильно мы здесь говорили, не помню кто, что вообще говоря, если начать каждому рассказывать про перводвигатель и так далее, он перестанет просто участвовать в нашем проекте. Поэтому мы дозированы так это намеками, чего-то такое, но знание-то у нас было всегда до определенного момента. То есть потом оно потерялось где-то, а теперь Маймонид его нашел снова, переоткрыли. Посмотрел в Мишну, встряхнул пыль и увидел. Вот оно, это знание, оно в Мишне уже содержится. Ну и в Писании тоже. Удивительным является то, что представление о том, что философское знание изначально является иудейским, было воспринято почему-то всем средневековым миром, в том числе и христианскими, авторами, да? То есть они почему-то вместе, вслед за Маймонидом, признавали, что да, да, философия, конечно, евреизмная. То есть это древний еврейский знание, там все нормально. Не греческий. Это среди любого взгляда, который в каком-то смысле можно сказать инициирован или навязан Маймонидом всему научному сообществу, как и Средневековым. Ну не у всех, естественно, авторов, но у многих, в том числе христианских авторов, это проскальзает. Но тоже понятно почему, да? Понятно почему, потому что на самом деле христианство же наследует иудаизму в этом смысле. Да, и то знание, оно является иудео-христианским. Ну не просто иудейское, а иудео-христианское. И тем самым можно как бы обелить философию и начать заниматься философией как аутентичным знанием. Так вот, это то, как описывает, собственно говоря, вот это самое философское знание Маймонид. Он, на самом деле, он тоже не договаривает, он иногда говорит тоже в сказочной форме. Он говорит, что Моисей, это и есть первый философ. Он и есть первый философ, который, собственно говоря, получил вот это все знание, и тогда этот самый первый философ вместе с этим знанием принес его... То есть он должен был, по сути дела, не просто получить это знание, а должен был каким-то образом этим знанием поделиться и должен был каким-то... Не умолченый бригет уж прозвонил ему опять. Смотри на эти голодные глаза. Тебе удобно мучить голодных людей? Им не надо худеть, в отличие от нас. Ну что, молодые же. Ну хорошо, значит, подводя икону, я скажу, что, то есть чуть-чуть я доскажу эту мысль. С точки зрения Маймони, Моисей, первый философ, который... Здесь уже вопрос интерпретации, то есть, опять же, если я исследователь с определенным взглядом, то я скажу, что Моисей, на самом деле, с точки зрения Маймонида, получил это знание не как откровение, а это и был первый исследователь мира. Он изучил мир, то есть он, как бы, в каком-то смысле, метафора научного гомоа... Как это сказать так хорошо на латинском? Занимающийся наукой. То есть он, этот самый первый ученый, модель ученого, который, собственно говоря, сидел, сидел, все-все открыл. Открыл знание о мире. И именно это знание о мире помогло ему возглавить проект иудейский. И этот иудейский проект, в том числе, он записал, или там, не он записал, это же зависит от интерференции, он записал книжки, которые называются «Тора», да, сакральный, вот это самое, сакральный текст. Он в этой книжке это знание записал, но записал это знание хитрым образом, потому что он же прекрасно знает, с кем он имеет дело, он же один философ. Сейчас он придет и начнет материя, форма, никто же не будет слушать. Да, там, перводвигатель, туда-сюда, ему скажут, да, пошел ты. Поэтому он пришел и начал им в сказочной форме говорить, вот, да, сюда, в рам, сара. А на самом деле, что он имеет в виду? На самом деле, имеет в виду материю и форму, конечно. Очевидно. Он просто вот таким вот образом предложил. Дальше, вот, рецепт Алмуда, это продолжение, как бы, истории, если это с точки зрения Маймонида, вот, рассматривать этот проект. Дальше, рецепт Алмуда, это знание, знание, Америки, они тоже им обладали, они знали его, то есть, пророки его знали, там, все по перке, вот, Маше передал Яшуа, он с ним поделился, сел с ним, позанимался, физика, метафизика, все ему объяснил, говорит, вот, тебе знание, храни, береги, и так далее, но не всем рассказывает, только избранный, потому что не поймут, скажут, идите вот, значит, давай как-то осторожно с этими ребятами, он хорошо, а Яшуа передал еще старейшину, он уже вокруг себя собрал кружок, все, все поделился знанием, и вот это знание, оно из поколения в поколение передавалось, то есть, в этом смысле, Кабала, по Маймониду, это что? это и есть философское знание, знание, поэтому, когда возникает Кабала, они говорят, нет, с ума сошел, совсем другое, поэтому они себя и называют Кабала, мы, Кабала настоящая, а не ты, Кабала, что это за Кабала? Кабала, философия, не морочь Богу. Маймонид, кажется, же любил Кабалу, нет? Я же любил, потому что ее не было. Нет, ну, мистическую, сразу же. Суфистическую, как раз. Ну, это, кстати, отдельный, отдельный вопрос, но это следующее занятие, как раз начнем с возможности интерпретации Маймонида, как мистика, да, то есть я еще не говорил о такой позиции, но она, в принципе, тоже возможна. Вы отвечали мне на мой вопрос, вы поняли это, да? Да. Хорошо. Ну, хорошо, да, да, нет, подождите, не совсем все, так вот, это знание передавалось, 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 и нам придут, это важно, да, почему Маймонид, собственно говоря, к нему возвращается, потому что это знание на определенном этапе было утеряно. Когда? В эпоху Гаонов. В эпоху Гаонов это знание вдруг было утеряно и было подменено мутазелитским коламом, цааде Гаон, в этом деле, да, то есть он, ну, он, неизвестно откуда, без рода, без племени, вырвался, выскочка, да, стал колоном и заменил нам это философское знание знанием каким? Апологетическим, да, то есть теологией. И наличие этой самой теологии без истинного философского знания является, по сути дела, опасным моментом, который, по сути дела, весь наш проект перечеркивает. И поэтому Ямой Манит спустя 200 лет после деятельности этих самых Гаонов, которые нам просто оставили непонятно что, да, они отдельно изучали Аллаху, о году вообще забыли, то есть философию забыли, написали какие-то апологетические произведения, все это полная иллюда. Поэтому Ямой Манит я возвращаю нашу иллюзию в нужное русло. Но сегодня, поскольку моя аудитория уже такова, что мы живем в мире, где наука приобрела уже определенное изучение, уже все знают, что такое материя, ну не все, конечно, не все, но есть люди, да, вот Эльфараби, посмотрите, Ибн Сина, Ибн Баджа, молодцы, вот в нашем арабском окружении есть ребята, которые во всем этом разбираются, подумают, что уж сейчас скрывать, я уже не буду вам рассказывать Арам, Сара, Асабиришит, Асабиркова, это уже как бы не нужно, тебе можно назвать вещи своими именами. Асабиришит, это физика, Асабиркова, это физика. Мы можем назвать вещи своими именами, но тоже не до конца, потому что некоторые вещи вам сам Манит не проговаривает, но последователи будут пытаться ну хорошо. Значит, до...